Всем привет, доброго дня, доброго времени суток, с вами Трёх, это Любовь, колено, рок-н-ролл. Мы не ушли в игровую индустрию, мы продолжаем всё-таки делать коленные видосики. У нас сегодня съёмочный день, у нас сегодня много чего запланировано, а начнём мы сегодня сниматься. Для вас, наверное, я не знаю когда это будет, но в любом случае миксы. Что у нас сегодня? Совсем недавно вышел весенний дроп краун сапфира с тремя ароматиками, и один из них мне хочется сегодня вам показать, на основе него сделать миксочек, потому что совсем недавно мы были на обучении сапфиром в Кукоплейс Футура, и пацаны говорят, что за юдзу мёд у вас, давайте покурим. Я говорю, давайте покурим. Короче, мы покурили, ребята принесли варенье из юдзу, сделанное у них, которое они подают внутри кальянной, и мне захотелось сделать такое же варенье, но из табаков. Что потребуется? Юдзу мёд сапфирчика раз, клубника сибера, уже зарекомендовавшаяся на рынке два, грендайзер от Smoke Angels и ваниль также сибера. К сожалению, слишком мало чистой ванили, чтобы брать другую, поэтому четыре вот этих простых ингредиента помогут нам сделать клёвое варенье из юдзу. Давайте начнём с забивок. Сразу скажу, что юдзу мёд достаточно яркий по вкусу, поэтому он у нас пойдёт в самую нижнюю часть чашечки. Наверху у нас будет такой небольшой компотик из оставшихся брендов, а вот юдзу мёд за счёт своей яркости отправляется на самый низ чашечки. Баночка прям свежая, только с завода забрал. Вот она, и уже накрошил. Вот только забрал и уже накрошил. Поэтому мы вот это вот сюда вот. Короче, от всей чашки нам нужно процентов, наверное, 40. Смело отправляем в нижний слой юдзу мёд сапфира, потому что аромка цитруса здесь прям хорошенькая, она насыщенная, очень понятная. Да, всё это стараемся не гадить в казённом помещении. Собираем всё. Короче, юдзу мёд, нижний слой, процентов 40 от всей чашечки. Смело. Дальше. Основная тема варенья у нас будет соблюдена через вот эти три ингредиента. Они просто в три таких сектора на верхний слой чашечки. Гриндайзер. Для меня фейхоа в кальянах всегда отдавала чем-то джемовым. То есть я не могу воспринимать это как полноценный фрукт. Для меня это всё-таки такая история о джеме, о варенье. Оно очень сладкое. Поэтому мы её докрашиваем ванилькой сиберовской. Также в отдельный секторочек кладём. Вот так вот. И... Блин, она такая сладкая, прям. И сюда же клубнику. Клубника у Сибера, я думаю, что многие из мастеров и домашних курильщиков ей пользуются, потому что она также имеет не совсем вот чистую клубнику, потому что чистой клубники на рынке как таковой, она ни одна из них не похожа. Она всегда такая сладко-сахарная история. Поэтому мы смело её вместе с ванилью... Блё... Ну-ка, ну-ка. Прям вареньем пахнет. Вот прям вареньем. Очень вкусно. Вот. Поэтому 40% юдзу, остаётся 60% и всего остального по 20% плюс-минус на верхний слой отправляем. Давайте грузим уголёчки. Мы как раз заодно их потестируем, потому что мы сегодня будем курить на углях Тирекс. Тирекс. Ромик говорит, ты должен это попробовать, потому что это отличается от других углей в плане производства, но при этом курица так же, как обычный. Мы сейчас заодно это и проверим. Давайте грузить. И даже несмотря на то, что у нас с вами три сладких ингредиента наверху чашки, кальян всё равно кисленький. Юдзу пробивается сквозь вот эти вот слои сладкого табака, где у нас клубника, ваниль, гриндайзер... Господи, я тут всё перепутал. Вот так вот. Вот, чтобы красиво было. Чё? Кальян, средняя крепость, сделана в лёгкий отступ, прогрев там минуточек 6, наверное. У нас юдзу в основе. Я попробовал это варенье, оно такое кисловатое, очевидно джемовое. И я сразу такой, о, бля, это было прикольно, надо делать. Короче, юдзу на что можно поменять? Юдзу это такой цитрус гибридный. Вам потребуется смесь лимона и мандарина в процентовке где-то 80 на 20. То есть мандарин там должен быть слегка оттеночный, по большей части это такой кисловато-лимонный. Так что меняем на лимон с мандарином 80 на 20 примерно в процентовочке. Клубника, сиберовская, на что менять? Сложно, сложно. Ближайшая замена, которую я здесь вижу, это струбери джем от Blackburn в более маленькой процентовке. В более маленькой звучит ебаный как-то, да? В меньшей процентовке. Вот. Ваниль. Ваниль ближайшее на что рекомендую? На сливочный крем вот в такой же маленькой процентовочке, меньшей процентовке. И гриндайзер. Фихуа у Смок Энжелса. Фихуа на рынке много, но все разное. И, наверное, ближайшее здесь мне хочется бы, наверное, посоветовать все-таки гримбим дарксайдовский. Он ничего, он действительно ничего. Сюда может зайти. Тем более, если вы все будете подменивать, он вполне комфортно, все впишется. Скальян, средняя крепость. Ближе даже к легкому. То есть, меня не то чтобы прям с него накурят, я очень комфортно. Для меня это комфортно. Также, если вы любите более кислый кальян, вы можете на замене с юдзу добавить или на замене, или к нему немножечко лемоншока бернерского, чтобы сделать кальян еще кислее. Сейчас он просто кисленький. Если вы хотите прям сделать очевидно кислый, просто немножечко лемоншока добавляете и получаете вот такое вот комфортненькое варенье из юдзу. Я надеюсь, вам будет интересно. Как всегда, пробуйте, проверяйте. Я даю направление, а вы уже там двигаетесь туда-сюда на суете. Короче, все это. Спасибо вам, что смотрите наши видосики. Не забывайте про подписочку, колокольчики, чтобы уведомления, потому что все жалуются, уведомления не приходят. Это нехорошо. И ссылочка в описании есть на наш телеграм-канал, телеграм-чатик, где новости, розыгрыши, общения. Спасибо, что смотрите. Курите кальяны, слушайте хорошую музыку и любите своих женщин. Пока-пока.